Но будем двигаться в выбранном направлении. Данная презентация, как я не устаю повторять, она ориентирована на людей, которых вы можете приглашать, для того, чтобы они разобрались с нашей технологией, чтобы они разобрались с возможностью, которая им предоставляется, что они могут стать инвесторами, что они могут стать совладельцами крупнейшей в недалеком будущем транспортной компании, что у них есть возможность зарабатывать деньги уже сейчас, что, в принципе, очень актуально для рынка любой страны, потому что, по большому счету, сегодня зарабатывать приличные деньги достаточно сложно. Я не могу сказать, что это, скажем так, невозможно, потому что есть огромное количество примеров людей, получающих серьезный доход. Они работают сами на себя, кто-то создает бизнес, кто-то владеет бизнесом, кто-то работает на крупной корпорации и так далее. У нас есть отличная возможность сегодня для каждого человека по его сегодняшним возможностям в плане финансовых вложений, инвестиций, в плане приложения физических усилий, моральных, духовных. То есть, делая простые шаги, здесь можно стать и успешным, и финансово обеспеченным в недалеком будущем, и уже сейчас. Презентация у нас рассчитана где-то минут на 45, 45-50 обычно занимает. Первая часть всегда у нас посвящена технологии, потому что невозможно говорить об инвестициях, об инвестициях куда не рассказав, чем мы занимаемся. Поэтому мы с вами пойдем сейчас именно в том же формате. Сначала мы кратко поговорим о технологии, больше поговорим о том, что есть на сегодняшний день уже, то, чего мы достигли. И потом поговорим непосредственно о предложении компании Skyway Capital, которое касается направления инвестирования, приложения своих финансов и приумножения их в несколько раз. Человек, который начал разработку и внедрение струнного транспорта, струнных технологий, это Анатолий Дорочевницкий, который является генеральным конструктором технологий, президентом группы компании Skyway. Начал он заниматься этой деятельностью еще в далеких 70-х годах прошлого столетия. И на сегодняшний день в развитии внедрения технологий по времени заняло около 39 лет. Скоро близко 40. Много или много, по-разному можно к этому подойти, но, наверное, для консервативной транспортной отрасли 39 лет не так уж и много, чтобы инновация вошла в жизнь и стала использоваться. За время разработки и внедрения технологий Анатолий Дорочевницкий дважды руководил проектами Организации Объединенных Наций, то есть эта структура выделяла гранты на развитие технологий. В начале 80-х годов прошлого столетия, то есть окончание тысячелетия предыдущего, Анатолий Дорочевницкий стал членом Федерации космонавтики СССР, структурой которой одна из первых признала перспективность использования данных технологий и их применения на территории Советского Союза тогда. За все время работы не только на струнными технологиями Анатолия Дорочевницкого более 140 изобретений. Целый ряд из них сегодня реализованы на практике, применены, то есть приносят пользу человечеству. Он автор 18 монографий, более 200 научных работ с большим количеством материала, например, с точки зрения технической, экономической обоснования, почему выгодно развивать в строй данной дороги по технологии, разработанной в Ницке. Вы можете найти на сайте непосредственно инженера Юницкого под названием по адресу www.unitsky.com Этот сайт вы сейчас видите на слайде внизу. На этом сайте большое количество информации в печатном виде, большое количество фотографий, большое количество видеоматериалов. Если вы хотите докопаться до истины, как любят некоторые, до формул, до сопромата, до физики, до каких-то законов, которые применяются, до физических каких-то, аспектов, да, то есть вы это все можете найти на сайте Анатолия Дородьевича Юницкого. Три высших образования, полученные им в процессе, скажем так, движения по его жизни. Это инженер транспорта было первое образование, когда он занимался, скажем так, был инженером, потом он стал конструктором, исследователем, работал, скажем так, долгое время в направлении патентного права изобретательства, где получил второе образование. И третье образование – это строительство и проектирование высотных зданий, инфраструктурных сооружений. Все три высших образования сегодня он применяет на практике в своей технологии под названием SkyWay. Такое название технологии получилось с 2013 года. До этого технология называлась струнный транспорт, струнные технологии. Струнная технология – это такой широкий спектр, как транспорт второго уровня, о котором мы говорим в основном, да, и преимущество вы сейчас этого транспорта по отношению к четырем транспортным системам, используемым нами ежедневно, вы видите на слайде. Далее, это строительство высотных зданий, зданий коттеджного типа, это строительство мостов по технологиям струнным, это строительство взлетно-посадочных полос аэропортов, аэродромов, это строительство струнных портов, которые могут быть вынесены на естественные глубины, в акватории морей, океанов и озер, да, чтобы, скажем так, экономить огромное количество средств при создании и строительстве таких крупных инфраструктурных сооружений, которые я перечислил, вот, и уменьшает, скажем так, количество средств, расходуемых на амортизацию. То есть, очень большая выгода, экономит большое количество ресурсов, денежных средств, человеческих ресурсов и так далее. Ну и приносит пользу, потому что технологии являются экологически чистыми. То есть, если мы коснемся скорости, да, например, три направления транспорта, которые мы развиваем на сегодняшний день, это городской до 150 км в час от 50, по мере надобности, да, в том регионе, где будут строиться дороги, грузовой транспорт до 120 км в час и до 500 км с небольшим, да, будем говорить так, с запасом, это высокоскоростной SkyWay. Чтобы понять, что у себя представляют технологии, некоторые вехи уже, да, развития нашей компании за буквально последние несколько недель и месяцев, я вам сейчас включу ролик, в котором будет рассказываться о технологии, разработанной Юницким, и о компании SkyWay Capital немного будет рассказано в конце, да. После этого ролика мы с вами сможем пообщаться. Сейчас буквально где-то он у меня затерялся. 7-8 минут, я снова появлюсь у вас на экране, и пообщаемся с вами дальше. Немного осталось людей, которые бы совсем не слышали о SkyWay. Однако даже те, кто что-то знает, полагают, что это нечто далекое, фантастическое, не имеющее лично к ним никакого отношения. Мы расскажем о технологии SkyWay и ее применении, чтобы всем стало ясно, что это дело касается каждого из нас. Что же такое SkyWay? Это проект транспортной системы, основанной на применении рельсов особой конструкции, располагающихся над землей. По сути, это похоже на метро, только не подземное, а надземное. Именно такое решение позволит качественно решить проблему перемещения людей и грузов по всей планете. Существующая транспортная система – это самое опасное изобретение за всю историю. Она убивает человека, разрушает почву, загрязняет воздух тяжелыми металлами и ядовитыми веществами. Поднятие путевой структуры над поверхностью Земли исключит столкновение подвижного состава с различными помехами и живыми существами и позволит обеспечить максимальный землеотвод под дорожную инфраструктуру. Транснет станет не только транспортной, но и коммуникационной сетью, по которой эффективно, безопасно и экологично будут перемещаться пассажиры, грузы, энергия и информация. Поэтому сеть Транснет будет настолько эффективной, что способна будет окупить свое создание уже только за счет своей многофункциональности. Струнный транспорт полностью разрабатывается в соответствии с требованиями стандартами ООН, ЕС и Российской Федерации. Министерство транспорта Российской Федерации признало технологию струнного транспорта Юницкого инновационной, перспективной и поручило совместно с отраслевым центром импортозамещающих технологий на транспорте приступить к тестированию. Создателем струнной технологии, положенной в основу SkyWay, является ученый-изобретатель Юницкий Анатолий Эдуардович. Почти 40 лет он работал самостоятельно. Но для проведения тщательных конструкторских расчетов и ускорения работы над проектом, на базе группы компаний SkyWay было создано одноименное проектно-конструкторское предприятие. Сегодня здесь работает около 170 конструкторов, дизайнеров, архитекторов, и штат предприятия постоянно увеличивается. Разработано 4 вида транспорта – легкий, городской, грузовой и высокоскоростной. Городской SkyWay-комплекс – это рельсо-струнная транспортная городская эстакада, юнибус, транспортная инфраструктура, включающая пассажирские станции. Пассажирский транспорт может быть навесной и подвесной. Высокоскоростной SkyWay-комплекс – это высокоскоростная междугородняя рельсо-струнная транспортная эстакада, высокоскоростной междугородний подвижной состав, на стальных колесах и транспортная инфраструктура, включающая пассажирские станции. Грузовой Skyway Complex – это рельсо-струнная транспортная эстакада. Грузовой подвижной состав Unicar и инфраструктура, включающая автоматизированные погрузочные и разгрузочные терминалы. Может быть подвесным и навесным. Легкий транспорт Unibike – минимизированное подвесное колесное транспортное средство на стальных колесах с возможностью движения от мускульной силы пассажиров в дополнение к бортовым и внешним источникам энергии. Первостепенной задачей для всех нас является завершение строительства демонстрационно-испытательного комплекса технологии Skyway «Эко-технопарка» и осуществить сертификацию. «Эко-технопарк» – действующий промышленный образец технологии Skyway. В нем будут представлены тестовые участки трех видов транспортно-инфраструктурных комплексов. В конце 2016 года в Берлине прошла международная ярмарка транспортной техники и транспортных систем Innotrans, участником которой являлась наша компания. На выставке были представлены два промышленных образца подвижного состава Skyway, Unibus и Unibike. Также на нашем стенде можно было увидеть мотор-колесо и охранный модуль, который предоставляется потребителю в составе интеллектуального ограждения. Уникальные экспонаты вызвали большой интерес как у профессионалов в сфере транспорта, так и у обычных посетителей выставки. Выставочный стенд Skyway стал одним из самых популярных на выставке Innotrans 2016 и вошел в топ 60 самых посещаемых из 4000 стендов. По общему мнению специалистов из разных стран, все представленные технологии являются инновационными, уникальными. По мнению Криса Принципи, американского финансового эксперта и владельца журналов Financial IT и FinFuture, технология Skyway может стать своеобразным интернетом транспортной сферы, соединив в себе не только передовые инженерные наработки, но и важные инструменты влияния на социальную сферу, улучшение финансового положения граждан за счет снижения стоимости грузовых и пассажирских перевозок. Выставка Innotrans 2016 ознаменовалась рядом важных встреч, в ходе которых о желании сотрудничать заявили представители сразу нескольких крупных компаний, работающих на рынке транспортных услуг. По словам заместителя генерального директора по развитию Skyway Виктора Бабурина, заинтересованность проявили представители индийской железной дороги, делегации из Катара, Германии, Филиппин и других стран. По итогам выставки можно с полной уверенностью заявить, что транспортный мир принял небесные дороги Юницкого и в скором времени дороги Skyway начнут строиться по всему миру. Многие мировые организации отметили новизну решений и обоснованную пользу струнного транспорта. Технологии уже заинтересовались многие российские, иностранные корпорации, чиновники, предприниматели, крупные инвесторы, финансовые группы, фонды, государства. На данный момент компания получила более 20 предзаказов из разных уголков планеты. Одними из первопроходцев в этой области стали австралийцы. Строительство 500-метрового участка трассы будет осуществлено на территории университета Флиндерс в городе Аделаида под руководством Рода Хука, экс-главы департамента транспорта и руководителя компании RHA. Для вывода технологий на мировой рынок было принято решение о финансировании проекта методом краунд-инвестинга. Для этого были созданы инвестиционные фонды и компании, специальные платформы, одной из которых является компания Skyway Capital, которая также привлекает средства инвесторов. При этом каждый инвестор компании автоматически становится ее акционером-совладельцем, приобретая собственную долю в компании с большим дисконтом. Для реализации проекта Skyway работа была разбита на 15 этапов – от создания проектной документации до демонстрации заказчикам тестовых экземпляров. Был рассчитан необходимое количество акций, трансфер которых покроет затраты на реализацию каждого этапа. Чем выше порядковый номер этапа, тем ниже размер дисконта, с которым можно получить долю компании. Так как выполнение каждого последующего этапа увеличивает рыночную стоимость технологии, снижает риски и, соответственно, уменьшает размер венчурной премии бонуса за риск, чем по своей сути является дисконт. Всего людей, принимающих участие в проекте Skyway, более 300 тысяч человек. Присоединяйтесь и вы! Станьте причастным к крупнейшей транспортной корпорации, технологии которой вскоре изменят мир к лучшему. Это важно для каждого. Итак, друзья, вот такой ролик, который демонстрирует, что я сейчас представляю технологию. Кратко рассказываю про ее разработку и внедрение. Основные преимущества технологии немножко говорится о компании Skyway Capital. То есть некоторые слайды, которые будут на нашей презентации сегодня открыты и показаны, мы будем просто пролистывать, потому что, как вам сказать, информация, в принципе, вам была дана в этом ролике. Мы еще кратко, может быть, об этом поговорим. Я смотрю, кто-то из вас руку поднял, но я не думаю, что сегодня кому-то буду предоставлять слово разговаривать. Людмила, возле нее я вижу поднятую руку, скажем так, слово передавать сегодня не буду, поэтому, ну, не знаю. Не то чтобы извиняюсь, но тем не менее, как бы не предусмотрено сегодня форматом вебинара, чтобы кто-то еще, скажем так, что-то рассказывал. Итак, коллеги, двигаемся с вами дальше. То есть история стройного транспорта на сегодняшний день насчитывает 39 лет, как я сказал. И мы с вами сегодня находимся на четвертом этапе развития технологий. Вот в этом месте, да. Четвертый этап начался с 2010 года. Начался он, в принципе, может быть, не очень весело для генерального конструктора, потому что на предыдущем этапе в конце он потерял тестовый участок, полигон, на котором продемонстрировал, что из себя представляет данная технология всему миру. В 2001-2009 год у Анатолия Дарча Юницкого, благодаря содействию губернатора Красноярского края Александра Лебедя, у Юницкого в Подмосковье, недалеко от города Озера, да, практически на окраине этого города, был тестовый участок, 170-метровая металлическая эстакада, транспортные средства на металлических колесах, да, по сути дела, это была технология второго поколения. Это транспортное средство. Прошло большое количество испытаний на территории полигона. Зимой, летом, весной в различных, скажем так, погодных условиях. Большое количество делегаций различных международных посещало территорию, извините, тогда это был тестовый полигон, да. Целый ряд комиссий, министерств, скажем так, структур, которые имеют отношение к транспортной отрасли, в первую очередь, Российской Федерации, были на данном полигоне, давали свои экспертные оценки и заключения. То есть полигон сыграл очень важную роль, да, о транспорте узнали не только на территории России, но, скажем так, в целом ряде стран мира. Да, и что хотелось бы еще добавить, что именно в это время был получен второй грант организации объединенных наций. Первый был получен на втором этапе развития технологий, да, с пятого по 2000 год, середины 90-х, точнее, по 2000 год. И на третьем этапе были заключены государственные контракты на строительство дорог в целом ряде регионов России. Вот, это то, что дал, скажем так, полигон, то, что он дал опыт, да, он дал, скажем так, четкое понимание, что данная технология жива, что ее можно применять. На втором этапе Единицкий занимался тем, что в научной школе, которая у него была в Петербурге, он основное время уделял работе с аэродинамическими показателями, с аэродинамическими характеристиками будущего подвижного состава. Был получен первый грант организации объединенных наций, были продемонстрированы тогда первые действующие физические модели различного масштаба, от самой маленькой, от 1 к 15, до масштаба 1 к 5. На первом же этапе, который был в далеких 70-х годах прошлого столетия до середины 90-х, это и первая заявка на изобретение, признание Федерации космонавтики СССР, первые научные публикации, научно-практические конференции на территории Республики Беларусь в городе Гомере, которая была по тематике вне ракетного освоения космоса и о струнном транспорте, там говорилось в том числе. И на первом этапе был получен тоже грант Советского фонда мира на развитие технологий. Вернемся к четвертому этапу. В 2013 году Юницкий принял решение оценить технологию, потому что все переговоры, которые были с 2010 по 2013 год с людьми миром бизнеса и с административным ресурсом целого ряда стран, приводили в тупик. То есть ни к чему не приводили, денег не давали, а нужно было сделать ни много ни мало, найти участок местности, найти деньги для того, чтобы еще раз построить тестовый участок, полигон, продемонстрировать возможности транспорта, сертифицировать его и заняться коммерциализацией проекта. В 2013 году после оценки интеллектуальной собственности Юницкого, которая была оценена на сумму свыше 400 миллиардов долларов США, зарегистрировали компанию в Великобритании и обратились к таким людям, как мы с вами. То есть было принято решение двигаться по нашему проекту, по схеме краудинвестинга. На тот момент это был, наверное, революционный прорыв, потому что другой такой компании не было, у которой была бы, например, тяжелая технология, и которая привлекала инвестиции посредством, скажем так, выделения долей собственности на эту компанию, тем людям, которые готовы были вложиться в развитие этого проекта, в развитие технологий, стать собственником этой компании. Потому что, как говорит Анатолий Дарыч Юницкий, в недалеке 5, 7, 10, 15 лет 30-50% всего мирового транспортного рынка будет занятой технологией Skyway. В чем мы потихоньку убеждаемся? Когда-то мы просто говорили с Верой об этом, и у кого-то были большие сомнения. Сегодня мы уже можем подтвердить то, что мы шагаем, скажем так, по планете, то, что у нас есть действующие промышленные образцы нашего подвижного состава, и создаются следующие. То, что начитать с сертификацией и так далее. Так вот, первая инвестиция в наш проект с целью строительства еще одного тестового участка, тогда мы так и говорили, полигона второго, пришла в нашу компанию в январе 2014 года. То есть, первая презентация прошла в Туле, там были, по-моему, в Туле 17 человек присутствовали. Это были первые инвесторы, которые поверили в успешность проекта, в успешность развития технологий, поверили Юницкому. И сегодня, скажем так, армия инвесторов, владельцев пакетов далее компании насчитывает несколько сотен тысяч людей, более чем в 90 странах мира. Сейчас информация может изменилась, потому что у нас будет скоро мероприятие в Питере, и, возможно, там будет озвучена другая цифра, да, участников из какого количества стран уже сегодня принимают участие в нашем проекте и стали совладельцем технологиями. То есть, история достаточно длительная, может быть, не всегда, скажем так, гладкая, веселая, да, с шероховатостями, но важно то, что в 2014 году принято решение, когда многие люди говорили, вы выбрали краудинвестинг, вы что, совсем с ума сошли, да? То есть, вы юницкий ученый, у вас есть технологии, вы чем занялись, какая-то финансовая пирамида и так далее. И компании, и руководство говорили, вы двух месяцев не протянете, вы полгода не протянете, год не протянете, вы двух лет не протянете, да? Сегодня у нас 2016 год, конец, и у нас есть чем похвастать, об этом мы сейчас с вами впереди поговорим. На данном слайде вы видите те структуры и организации, имеющие отношение к транспорту в том числе, да, какие-то в первую очередь, российские, например, институт проблем транспорта, Российская академия наук, инженерная академия, Министерство экономики и транспорта, да, то есть оно имеет прямое отношение к транспортной отрасли, Петербургский государственный университет путей сообщения, то есть все это относится к транспортной отрасли. Вот эти структуры давали свое заключение, на сайте Юнистского вы можете найти гораздо большее количество, скажем так, перечень структур, которые давали свои экспертные оценки и заключения по той технологии, которая была представлена в полигоне в озерах. Было получено Юнистским за это время с начала разработки технологий более 50 патентов и на различных международных форумах, выставках, ярмарках, да, посвященных транспортной отрасли Юнистский получил целый ряд дипломов, наград, золотых медалей, премии «Золотая колесница», номинация проект года в транспортной отрасли, которую он смотрит на меня здесь, да, более 40 различных международных дипломов и наград. На целом ряде телевизионных каналов, центральных, региональных каналов были новостные передачи, были, скажем так, тематические передачи, посвященные транспорту Юнистского, много печаталось в прессе раньше, да, и сейчас это возвращается на круги своя. 2014 год чем еще важен? Тем, что в 2014 году были привлечены первые инвестиции, в 2014 году прошло две международные конференции, две из них в Москве, точнее, одна в Минске, то есть СО3. После второй международной конференции, которая прошла в Минске, было открыто наше конструкторское бюро на территории Республики Беларусь. Появился первый конструктор, появился первый инженерный персонал. Сегодня около двух сотен человек трудятся над реализацией данной технологии непосредственно в КБ. Соответственно, еще вы понимаете, большое количество людей уже трудится на тех предприятиях, на которых размещены заказы на необходимые конструкции, узлы, агрегаты, которые мы используем в технологии под названием Skyway. Skyway – это небесная дорога. То есть, вот почему было принято решение назвать так транспорт. 2015 год, чем он важен? Первое – определение участка местности, за которое принято решение было бороться. Второе – запуск компании Skyway Capital, которая стала работать с конца февраля 2015 года. Весна – целый ряд переговоров в Южной Америке на Аравийском полуостроле с потенциальными партнерами, где будут строиться дороги и линейные города. Потому что арабским партнерам было предложено несколько вариантов строительства линейного города. Они сейчас над этим думают и все ждут, скажем так, демонстрации, сертификации транспорта. Далее, в 2015 году, в июне месяце, мы получили в пользование долгосрочную аренду участок местности 36 гектар, недалеко от города Марина Горка, Пуховичский район, на котором сейчас осуществляется строительство эко-технопарка. Сегодня это называется так. Либо центра демонстрации сертификации Skyway. То есть там будут продемонстрированы возможности грузового, высокоскоростного и городского Skyway. И по мере развития нашего проекта с 2014 года, потому что об этом еще никто не знал, а к концу 2014 года, в начале 2015 года возникла идея Юнибайка. И вот за два коротких года, по сути дела, создана новая создана новая транспортное средство, новая путевая структура для перемещения этого транспортного средства. Некоторые говорят, долго вы что-то развиваетесь. Два года и новый вид транспортной системы и транспорта. Понимаете, да? То есть это быстро. Причем это тот вид транспорта, на который большое внимание обратили на крупных международных форумах, в которых в этом году участвовала наша компания. Вернемся к 2015 году. Осень. Приезд господина Рода Хука, экс-министра транспорта Южной Австралии, который после встречи с Юницким, после разговора с конструкторами, которые на планете работали, до посещения Экотехнопарка, принял твердое решение заниматься развитием данной транспортной системы, данного вида транспорта на территории Австралии. Что он с успехом делает сейчас? Он возглавляет сейчас нашу австралийскую компанию. И вы видели в ролике, который я включал, посмотреть, что он присутствовал на мероприятии на Транс. Было много англоговорящих, скажем так, посетителей выставки. И Родхук нам очень помог. То есть он всех и знакомил с нашей технологией, с ее преимуществами, что она может дать и так далее. И были представители и министерств транспортных, и просто чиновники целого ряда стран, которые очень заинтересовались нашей технологией. Далее. В 2015 году, осенью, в сентябре, был получен так называемый международный идентификационный код ценной бумаги, iSIN. Он у нас есть. Это процедура, которую проходят все компании, акции которых сегодня котируются на публичных биржах, на крупных биржевых площадках. Далее. В октябре месяце 2015 года состоялась международная конференция в городе Минске. Приехали несколько десятков инвесторов, которые высадили свои минные деревья на территорию Экотехнопарка. И был заложен нулевой километр будущей дороги Skyway. Вы видите это внизу на слайде. Также осенью этого года 2015 руководство группы компаний Skyway, это было фактически год назад у нас сейчас, да, это произошло как раз таки год назад, по-моему, 17 ноября было принято решение перейти еще, не то что перейти, а добавить в линейку инвестиционных продуктов такой продукт, как приобретение пакетов долей компании в рассрочку. Что, скажем так, с успехом мы делаем уже целый год. Огромное количество людей стали совладельцами технологии благодаря пакетам купленного в рассрочку, это выгодно людям, потому что нежемесячно инвестируя незначительные денежные средства, они становятся совладельцами крупного пакета долей компании. Далее, данный слайд вы видели в ролике, да, то есть это информация о том, что 11 февраля Минтранс Российской Федерации признал технологию юнистского инновационной. То есть это то, к чему мы шли долго. Да, это очень важный момент был в нашей жизни, потому что было большое количество скептиков, которые как раз таки крутили у виска, говорили, что вы занимаетесь непонятно чем, какая-то там технология, плюс какой-то маркетинг план, непонятно, что за пирамида и так далее. То есть непонятно какой проект и непонятно какую технологию, Минтранс, даже если все чиновники, которые там были, скажем так, предположим, что они больны, да, они бы не признали инновационной технологии. Соответственно, это был важный, важный век и в нашей жизни, и после этого стали, скажем так, события происходить очень быстро и динамично. Далее, заседание, скажем, рабочей группы того же Минтранса Российской Федерации, и эта группа, скажем так, после окончания заседания оформила протокол, в котором признала технологию SkyWay, технологию струнного транспорта перспективной для использования территории Российской Федерации. И сегодня мы тесно взаимодействуем, скажем так, с этой структурой. Технология по, скажем так, комитет по импортозамещающим технологиям сейчас периодически, скажем, поддерживается связь. Они ждут демонстрации сертификации транспорта с целью того, чтобы потом использовать его на территории Российской Федерации. Но некоторые уже их опережают. То есть есть чиновники целого ряда регионов, которые уже заключили договора о взаимодействии. Например, Челябинская область, да, не так давно. Далее. В начале года группа компаний SkyWay, наше руководство, планировало, в принципе, два мероприятия. Первое, точнее, даже одно поначалу. Первое, это был экофестиваль. В начале года, в январе, мы знали, что будем проводить в апреле месяце на территории Экотехнопарка и в городе Минске конференцию международную, на которую приехало более 700 человек, она с успехом прошла. В планах было построить городскую трассу SkyWay, это фактически реализовано, легкую трассу SkyWay с унибайками, да, и грузовую трассу, которая сейчас продолжает строиться, не взирая, скажем так, на холод, мороз и так далее, так далее. То есть грузы, погрузочный, разгрузочный терминал, путевая структура и транспортные средства, которые будут перемещаться и по грузовой трассе SkyWay. И на 2017 год в планах есть продлить участок километровый еще на 14 километров, чтобы продемонстрировать высокоскоростной SkyWay и потом в итоге сертифицировать все три вида транспорта. Так вот, предполагалось одно мероприятие, но в феврале месяце получили приглашение принять участие в Луна-Трансе. Это крупный международный транспортный форум, который проходит раз в два года в Берлине. Это очень важно, да, потому что там было 2900, по-моему, стендах, из которых наш стенд вошел в 60 наиболее посещаемых. Это хороший показатель для компании, которая еще, скажем так, в руках просто представляет транспорт перспективный, хотя там были промышленные уже образцы, действующие. Все наши конкуренты, которые работают в транспортной области, посещающие наш стенд, думали, что эта модель оказывается это транспортное средство. То есть чиновники, опять же, целого ряда стран, имеющие отношение к Минтрансу в своих государствах, оставили контакты, с которыми сейчас будет вестись работа о применении данной технологии на территории тех государств, откуда посещали эту выставку представители. Что еще хотелось бы отметить, то что за 2016 год в целом ряде регионов Европы, в первую очередь, в той же Австралии, проходили презентации нашего проекта и подписаны договора о взаимодействии, например, со Словацким транспортным университетом после международной конференции в Словакии. Цель договора – это создание адресных проектов на территории Словакии и Центральной Европы. Ну, ни много, ни мало. Далее. Буквально перед самым Инотрансом мы получаем приглашение от Министерства коммуникации и транспорта Республики Беларусь принять участие в Белорусской транспортной неделе, либо эта выставка еще называлась «Транспорт и логистика-2016». 80 предприятий, организаций, фирм с ряда государств, с 9 стран и наша компания в том числе. Очень успешно прошло данное мероприятие. Наш стенд посещали министры транспорта Польши, Литвы, Белоруссии. Был первый заместитель премьера Республики Беларусь, которому Анатолий Ларвич представил технологию, пригласил на демонстрацию действующих образцов нашего транспортного территории Экотехнопарка, отдал документы по технологии и заручился поддержкой о предоставлении 14-километрового участка перед президентом Ходатайства Республики Беларусь в этом участке. На следующей же неделе случился следующий форум. Это то, что мы не планировали еще участвовать в начале года. Это Белорусский энергетический и экологический форум, на котором было представлено из 14 стран порядка 300 различных организаций, предприятий и фирм. Что здесь, наверное, ключевой момент? То есть люди, которые посещали данный форум, заполняли некоторые анкеты. Ну, добровольно там и так далее, никто никого не заставлял. Так вот, по оценкам организаторов данного форума, когда они собрали все анкеты, подвели итоги, через какое-то время после окончания данного бюрокриятия, первое место по интересу посетителей занял стенд компании SkyWay, компании струнной технологии. Министр транспорта Республики Беларусь, есть ролик, который вы можете найти в наших новостях, посетил стенд и сказал, что мы будем вам оказывать полностью поддержку, обращайтесь, поможем. Очень рады, что на территории Беларуси развивается такое предприятие, такая технология. И параллельно с этим мероприятием, которое было в Минске, проходил форум в Австралии. В этом году 23-й Всемирный конгресс интеллектуальных транспортных систем был отдан Австралии в Мильбурне. Ротхук и специалисты компании АурКон, потом два из них посещали наше предприятие в июне 2016 года, приехали убедиться, что это есть на самом деле, что есть такая технология, есть такой генеральный конструктор, и они тоже приняли твердое решение помогать всячески и развивать эту технологию на территории Австралийского континента. Компания АурКон принимала участие в разработке и строительстве самого высокого небоскреба на сегодняшний день, это Буш-Халифа. И еще целый ряд инфраструктурных проектов, которые эта компания реализовала в своей деятельности. То есть серьезная, уважаемая всеми компаниями. Не только на австралийском рынке, но и на мировом рынке. И я обычно сейчас говорю просто и кратко. Раньше мы радовались каждой новости, которая появлялась у нашей компании в самом незначительном, например, каком-то издании, районной газеты на тысячи экземпляров, которая написала про нас. Сегодня уже, скажем так, такие издательства, как Интерфакс, и целый ряд журналистов из крупных издательств, которые пишут о транспорте, приходили к нам на стенд, когда мы были на выставке в Москве. Все чаще и чаще о нас говорят по телевизору, причем в разных странах, на разных континентах. Здесь я бы выделил следующее. Вот здесь информация. Те из вас-то были на наших вебинарах раньше, они этого слайда не видели. Здесь располагается информация о том, что во время выставки в Москве, транспорт в 2016, транспорт в Россию в 2016, телеканал «Могилев-2», это белорусский канал, взял интервью у Виктора Бабурина, который является заместителем генерального директора по развитию по нашей технологии. То есть довольно длинное интервью, и вы в принципе в новостях тоже можете найти. Там взята вырезка, скажем так, непосредственно из новостей на канале, то есть видеоматериалы и прочее, вы все это можете найти, посмотреть. То есть о нас пишут, нас знают, и нас уже в последнее время все больше хвалят, чем, скажем так, сомневаются. Это информация, которая на официальных наших каналах не была размещена, но я думаю всему в свое время. Как сказал Виктор Бабурин, да, как бы так, скрыть ее тяжело. Мы бы хотели немножко позже об этом сказать, но тем не менее и в Индии, да, и в Белоруссии вышли статьи на целом ряду информационных ресурсов о том, что белорусская компания будет строить 12-километровый участок дороги между городом, являющимся на сегодня резиденцией Далай-Ламы и городом, в котором есть железная дорога. Там большое количество паломников, чтобы они успешно перемещались, скажем, от одного места в другое. Вот предусмотрена такая дорога, потому что строить обычные дороги, там железные, что-то еще, очень там тяжело, потому что рельеф сложный и так далее, и так далее. А наши дороги, наши технологии, как никогда к этому подходят. Далее. Здесь речь идет, вы видите пару фотографий о том, что началось возведение высокоскоростной трассы на территории Экотехнопарка. Была вот первая фирма погружена на платформы, на промежуточные опоры, точнее. Ну и сейчас буквально несколько слов о том, что происходит. На прошлой неделе, в конце ноября, состоялась демонстрация действующего транспорта Skyway, Unibike, разогнали до 38 км в час. При всем при том, как сказал Юницкий, путевая структура полая, то есть просто, скажем так, профиль натянутый, и по нему прогоняли транспортные средства, которые разогнались до скорости 38 км, хотя могло ехать быстрее. Цель всего этого – это проведение тестовых испытаний, это промышленная отработка, то есть, скажем так, нас в условиях, когда рельсы полые, потом, когда будут, скажем так, натянуты струны, прокачан бетон, чтобы потом, подходя к моменту сертификации, показать полностью все технические характеристики, что может быть с транспортными средствами, насколько это безопасно и так далее. Так вот, это состоялось. Поздравляю вас всех с этим событием, это было совсем недавно. Продолжается возведение, скажем так, путевой структуры высокоскоростной трассы на территории Экотехнопарка. Во время демонстрации действующей модели Юни-Байка на территории Экотехнопарка присутствовали члены целого ряда международной делегаций. Они сначала были в КБ у нас, в городе Нинске, на проспекте Сдержинского. Это были люди из Швейца, это были люди из Израиля, Канады, Филиппины, Австралия, то есть целый ряд государств, Россия, которая имеет отношение к транспортной отрасли. То есть они посмотрели сначала наше конструкторское бюро, то есть Аратуя даже в Чунинске переставила технологию еще сидя в комнате, после чего они сели в автомобиль и поехали на территорию Экотехнопарка, где им был продемонстрирован как раз-таки тестовый утрогон и МИБайк. И после этого было торжественное, скажем так, небольшое событие на территории Экотехнопарка, где отметили, что вот состоялось то, чего мы давно ждали. То, что было обещано, кстати, инвесторам, что осенью этого года мы проведем первые тестовые испытания, первые прогоны наших транспортных средств. Транспорт 2016, по сути дела, проходил параллельно к тестовым испытаниям, с прошлой среды по пятницу, мы были на этом мероприятии. Дальше количество просто простых людей, большое количество чиновников мира транспорта посещало наш стенд. И здесь вы видите господина Морозова, губернатор Ульяновской области, который когда-то представлял данную технологию к господину Медведеву. Это было на госсовете в Ульяновске, где он осмелился на себя взять право и ответственность, рассказать о том, что у нас в России есть технология, которая может нашу страну поднять с колен. Это был посткризисный год 2009, кстати, после госсовета, к сожалению, полигон в озерах и затоптали. Так вот, сейчас господин Морозов был у нас на стенде, Дарья, которая ведет наши новости, взяла у него интервью. В наших новостях вы можете послушать, что сказал Морозов. Также вы видите господина Андрея Шаронова, который имеет отношение к такому центру, как Сколково, президент Московской школы управления Сколково, который тоже давно знает про технологию, общается с тем же Сибиряковым, и не только, пришел убедиться, что мы реально уже демонстрируем, скажем так, движение, наши транспортные средства. Министр транспорта Соколов, Российской Федерации, пришел на наш стенд, в четверг вечером, мы его ждали где-то часа полтора, он обходил, как Мороз, своего дозором, весь комплекс, который там был в гостином дворе, недалеко от Красной площади, ну и зашел к нам, то есть послушал информацию о том, что мы из себя представляем, и где-то здесь себе, наверное, зарубил на носу, пообещал, скажем так, информацию у нас передать министру транспорта, хотя нет, министр транспорта Московской области был у нас, губернатору Московской области, как бы так, настойчиво сказать, обратить внимание на данную транспортную систему. Ну и плюс чиновники, скажем так, целого ряда госструктур, которые имеют отношение к транспорту, мы вообще были окружены Росавиацией, Ространснадзором и Минтрансом вокруг нас, и между ними находились трудные технологии, между ними находилась технология Skyway. Человек, который вы сейчас видите на слайде, Игорь Митцук, я просто слышал, стоял рядом, когда они общались, обменялись информацию, находили общих знакомых, он сказал, что вот ваши технологии, я уже вижу ее применение, на территории Кузбасса, есть целый ряд проектов, которые мы, железная дорога, либо автомобильный транспорт, не можем решить технически, либо это будет настолько дорого, и мы столько там времени убьем, а вы, Горик, это можете сделать легко. И таких, скажем так, вариантов было очень много. Кстати, к нам приходили представители компании Nokia, которые сейчас, по всей видимости, будут сходить с рынка смартфонов и планшетов, которые нами занимались довольно долго, и они ищут нишу, где бы себя применить. Поэтому, кто знает, возможно, будет взаимодействие. Мы объединяем людей, соединяем, и они connection people занимаются. То есть, они занимаются в информационном плане, а мы в транспортном. Ну, и вот вы видите слайд, это буквально позавчера вышла информация о том, что мы приступаем к завершающему этапу сертификации первого транспортного средства. В начале года с научно-техническим центром Гороэлектротранспорта, который находится в России, был заключен договор, и сейчас начаты первые работы уже по сертификации. То есть, к весне, к середине весны, наверное, 17-го года эти работы будут закончены, то есть, закончена, скажем так, документация, будут проведены испытания, на основании которых мы получим сертификат на наш транспорт. Его отнесли к легкорельсовому транспортному средству. Вот такая информация. Это касается технологий, друзья. Теперь компания Skyway Capital. То есть, чем занимаемся мы на сегодняшний день? Наша основная задача это привлечение инвестиций с целью финансирования работ, которые проходят на каждом этапе развития технологии группы компании Skyway. Всего этих этапов 15. Мы находимся на четвертом этапе развития технологии, а с 2014 по 2017 год у группы компаний Skyway есть бизнес-план и этот бизнес-план разбит на 15 этапах. Мы на восьмом. Каждый этап подразумевает выполнение определенного объема работ, которые нужно выполнять, соответственно, их нужно финансировать. И наша задача привлекать денежные средства для того, чтобы эти работы все были оплачены вовремя, заказы, которые размещаются на предприятиях, сателлитах, и много что еще. Те же, скажем так, работы по сертификации, они не стоят копейки, они стоят дорого. Это все будет оплачиваться из инвестиций, которые мы привлекаем. Задача компании это способствовать всей своей деятельностью финансовой выведению транспорта на мировой транспортный рынок. Мы работаем на платформе такой же, как и работала компания РСВ в свое время, только начала трудиться в 2014 году. Это краудинвестинг. И, по сути дела, наша задача основная это привлечение максимального количества денежных средств, максимального количества, скажем, инвесторов в наш проект на базе микрофинансирования. Сегодня мы предоставляем условия, если касаться темы инвестирования, и люди могут стать совладельцами крупнейшей в мире транспортной компании за копейки, как мы говорим. То есть за 15 долларов США можно уже стать владельцем пусть небольшой, но все-таки доли. 450 долей компании. А если вы еще, скажем так, человек немолчун и у вас вы душой, скажем, прикипели к этому проекту, вы можете давать информацию своему окружению и при всем при этом еще получать вознаграждение от компании, что вам позволит стать крупным совладельцем технологии, иметь большой портфель инвестиций. Это благодаря партнерской программе, которая у нас есть. В задачи Skyway также с Skyway Capital входит создание благоприятных условий и комфортных условий работы с каждым инвестором, чтобы вы из дома могли разобраться в информации, получить ответы на вопросы, понять, что это такое и наиболее удобным для вам способом стать совладельцами пакетов долей компании. При этом у нас есть отдел информационной поддержки в Москве, который способствует тому, чтобы вы разобрались в этом быстро, службы технической поддержки на сайте нашей компании и в личном кабинете. У нас много материалов, которые вы получаете по электронной почте на рассылку обо всем том, что происходит в развитии нашего проекта. То есть наша задача обеспечить вас самой свежей информацией по новостям. Как я сказал, возможности стать совладельцами пакета есть на разный вкус, на разный кошелек. Мы никого не мотивируем на то, чтобы вы отдавали последние деньги. Мы никого не мотивируем на то, чтобы вы что-то продавали у себя дома и становились совладельцами нашей технологии. Вы берете тот способ, который наиболее комфортен вам. Есть у вас свободный, говорю, не лишний, а свободный 15 долларов. Соответственно, вы можете стать совладельцами нашей компании, совладельцами технологии. И в дальнейшем вы на эти даже 15 долларов, на небольшое количество долей, будете получать с миру по нитке с большого количества адресных проектов, где будет использована данная технология. Каждый последующий пакет, который вы сейчас видите на слайде, стоит немножко дороже. Вот у нас стоимость текущего эквивалента долларового, то есть то, что не сильно колеблется, как рубль. Справа рублевая стоимость и вот дисконт. Дисконт – это вечерная премия, про которую говорилось в ролике. На первом этапе, например, уровень доходности на минимальном пакете был 250 раз, максимально 1500, сейчас от 30 до 300. Это все происходит потому, что нам есть что показать. Рисковое сложение в наш проект снижается с каждым днем. Мы можем перейти вскоре на девятый этап развития. Соответственно, вот этот столбик, который я обвел слева, который вы сейчас видите, еще уменьшится цифр. Но все равно будет выгодно еще пока быть инвестором в наши технологии. Иногда люди спрашивают, а когда выгодно купить, чтобы быть успешным, чтобы потом получить. Я говорю, сейчас выгодно покупать. Кожа будет, скажем так, стоить те же деньги, но только меньшее количество долей вы получите. У нас есть пакеты, которые вы можете приобретать в рассрочку. От малой рассрочки ежемесячной 25 долларов в течение месяца на 10 месяцев до 5000 долларов в месяц. Есть и такие люди, которые покупают рассрочку на 10 месяцев и оплачивают по 5000 долларов в месяц. Нижние пакеты были сделаны для людей, проживающих на территории Центральной Западной Европы. Там уровень дохода населения значительно выше, чем здесь, где началось движение нашего проекта, территории Ассамбля. Пакеты есть под названием «Старт Сеньор Стабильный Бизнес». Это те пакеты, к которым мы привыкли давно. Но вы можете, скажем так, инвестировать 25 долларов в США ежемесячно и получить на выходе 22,5 тысячи долей нашей компании. Плюс на каждом пакете вы видите здесь прописаны дополнительные условия. Выполняя которые, вам еще будет в подарок даны то количество долей компании, которое написано на каждом пакете. Прежде чем стать совладельцем этого пакета, оплачивать рассрочку или покупать разовый пакет, ознакомьтесь с условиями, на каждом пакете прописано, что вы получаете взамен в своих проинвестированных денежных средствах. Далее, есть пакеты долей компании, которые вы можете оформить на своих несовершеннолетних детей. Делаю акцент, эти пакеты только на детей. Опять же, ознакомьтесь с условиями, если вы здесь тоже будете делать шаги простые, которые может делать любой человек, вам дополнительно к тем долям компании, которые вы здесь видите, либо 80, либо 194, в зависимости от выбранной вам рассрочки, 65 долларов в месяц, либо 150 на 9 месяц, вам будет дополнительно еще начислено либо 24, либо 68 тысяч долей компании. А если вы еще платежи, о которых мы говорим, все своевременно делали, добросовестны, то просто в подарок вы получите от 4 до 8 тысяч долей компании на свой премиальный счет. Далее, есть пакеты под названием «Монтипликатор». То есть, если вы приобретаете эти пакеты долей компании, оплачиваете 10 месяцев рассрочку от 100 долларов в месяц до 500 долларов в месяц, у нас три варианта, второй – это 250, то вам будут начислены вот те доли компании, которые я сейчас вверху выделил коричневый прямоугольник. Но помимо всего прочего, все те доли, которые у вас были до этого куплены, плюсуются с тем, что вы получаете по окончании выплаты рассрочки, и добавляются на все количество либо 1%, либо 2%, либо 3% на премиальный счет, в зависимости от той рассрочки, которую вы выбрали. Пакеты на транс. Он вернулся к нам в линейку пакетов не так давно. Раньше он состоял из четырех частей, сейчас из трех. Если вы готовы три месяца подряд, например, оплачивать по 1000 долларов в США, то вы в итоге получите 600 тысяч долей компании. То есть, ваш дисконт средний на этих трех оплатах будет составлять 200. В стандартном исполнении, если мы посмотрим у нас в стандартном прайс-листе, дисконт 150, как при оплате первого пакета. Если вы будете оплачивать второй быстрее, чем истечет месяц после покупки первого, вам уже 200 начислят. Если купите третий в течение месяца, по истечении, скажем так, срока покупки второго, вам еще начислить 250. Вот такие выгодные пакеты. И есть разовые пакеты, которые вы можете купить большого номинала, с возможностью высадки своего именного дерева на территорию Экотехнопарка. 5 тысяч долларов, 10 тысяч долларов, 25 и 50. Для тех, кто инвестирует от 10 до 50 тысяч, еще есть возможность высадить дерево редкой порой. Для людей, которые не безразличны к теме денег сегодня, те, кто нам активно помогает развивать бизнес, привлекательные инвестиции, то есть те, кто строит партнерскую структуру, работы по партнерской программе, есть еще пакеты, выгодные для покупки с бонусного счета. Бонусный счет – это тот, на который деньги попадают только от того, что вы работаете с судью, даете информацию, и они приобретают что бы то ни было по вашей рекомендации и в глубине, и вам начисляются деньги на бонусный счет. Вы их можете вывести, использовать на то, что вам необходимо, но также вам предоставляется выгодная возможность купить за небольшие деньги очень выгодный пакет. Например, пакеты, вы помните, мы говорили, да, оплата на 10 месяцев, рассрочка по 25 долларов, то есть суммарно это 250 за 10 месяцев. И там вы получаете 22,5 тысячи долей компании. Здесь за 250 долларов вы получаете, ни много ни мало, но на 8 тысяч больше долей компании. По сути дела, на треть по отношению к той сумме, которую вы просто получите при оплате рассрочки 25 долларов ежемесячно. То есть думайте, взвешивайте, если вы получаете серьезный доход по партнерской программе, то вы можете часть этих денег при желании тратить на эти пакеты, точнее инвестировать и получать все больше и больше портфель инвестиций в нашем проекте. Партнерская программа проста, то есть помимо того, что вы становитесь владельцами какого-то или из пакета долей компании, в будущем будете получать большие деньги в виде дивидендов, либо продажи пакетов, потому что стоимость доли будет расти по мере использованной технологии в тех адресных проектах, которые будут создаваться. Сейчас вы можете построить свой собственный бизнес, который позволяет вам начать бизнес с 15 долларов, смешная сумма для любого бизнеса, неважно какого, MLM, не MLM, 15 долларов это очень небольшие деньги, за которые вы можете начать развивать свой собственный бизнес. Вас никто не будет заставлять, скажем так, двигаться по этой партнерской программе и по карьерной лестнице с каким-то темпом, вы сами будете ее выбирать. Но важно понимать следующее, что если вы что-то будете делать сами, помогать людям развиваться, у вас односторонний рост. Вас никто не будет заставлять ежевесечно что-то покупать и создавать какие-то жесткие объемы, как это происходит в огромном количестве партнерских программ. Вы достаточно высокий процент можете получать от своих, от своей деятельности от 15 до 20 процентов непосредственно от привлеченных вам инвестиций. И до большой глубины, до 24 уровня, вам выплачиваться будет от 0,1 до 7 процентов, но в зависимости, правда, от вашей ступеньки карьеры. У нас третьего ступеньки карьеры с лидера начинают выплачивать еще деньги на акционный счет. Это те деньги, которые вы можете потратить только на приобретение пакетов долей компании. Это подарок. Соответственно, если вы строите партнерскую структуру и когда-то проинвестировали 15 долларов, заработали денег, заплатили там 100 долларов, потом 200, вы стали лидером, вы можете просто-напросто на акционные деньги потом в дальнейшем увеличивать свой портфель инвестиций и стать владельцем там нескольких сотен тысяч, а может быть и миллионов долей компании Skyway Capital. У нас есть инструменты, которые встроены внутри личного кабинета. Это план вознаграждения, реферальные ссылки, благодаря которым у вас появляются ваши партнеры реферальные. Баннеры для тех, кто умеет использовать баннеры и вставлять, скажем так, на свои интернет-страницы в виде блогов или сайтов. То есть баннер 24 часа стоит на вашей странице, меняется картинка, он привлекает внимание людей, которые вас окружают. Они могут на него кликнуть, перейти на наши инфоресурсы, ознакомиться и стать вашим реферальным партнером, потому что к баннерам прикреплена ваша реферальная ссылка. То же самое, что и в новостях внутри личного кабинета. Вы любой новостью можете поделиться, пока там есть кнопки пяти социальных сетей, сейчас дорабатывается личный кабинет новый, там будут все социальные сети, в которых есть странички нашей компании. Вы можете этой информацией делиться, люди могут с ней знакомиться, переходить на инфоресурсы, углубляться в информацию, задавать, может быть, вопросы напрямую вам, нажимать кнопку регистрации и становиться вашими партнерами. К инструментам мы относим подобные мероприятия, что у нас сейчас проходит. И каждый день у нас проходит несколько онлайн мероприятий на нескольких языках. Живые презентации. Вот у нас пару недель назад было более чем в 40 городах, и на этой неделе то же самое. На этой неделе более чем в 40 городах мира проходят презентации живые, проекта SkyWay. У нас в Москве это было вчера. Были люди, которые задавали вопросы, интересные вопросы, интересные люди. Был человек, который выиграл сертификат на тысячу долей компании, что у нас происходит, каждую презентацию. Она у нас проходит два раза в месяц. Следующая в Москве будет 21 числа. Найти расписание, где у нас проходят мероприятия и в какое время у нас проходят вебинары, вы можете на страницах сайта и на страницах личного кабинета в разделе «События». Там вы можете найти расписание онлайн мероприятий, оффлайн мероприятий. Сами посетить и пригласить людей, которым бы вы хотели донести информацию. Если вы хотите зарабатывать деньги по партнерской структуре, моя рекомендация, она проста, ее можно не слушать, но тем не менее. Лучше всего, чтобы информацию у нас, вашему окружению давал кто-то другой. Чтобы не вы сами. Либо человек, который вас пригласил, либо это живая презентация в вашем городе, либо это онлайн мероприятие. И послушав информацию от незнакомого человека, ваш знакомый может начать задавать вопросы тому, кто дал информацию, тому, кто рядом с вами, и потом вам. И принять решение. Потому что многие вас воспринимают тем, кем вы были вчера. Либо полгода назад. И убедить этих людей, что вы теперь все знаете про инвестиции и про технологию, достаточно сложно. Потому что если вы зубной врач, они знают, что вы зубной врач. Если вы заметно моложе, они видели, как вы мочили штаны в детстве. Их трудно убедить, что вы теперь имеете какой-то вес и так далее. Мой наставник в МЛМ-бизнесе, с которым я прошел более 10 лет вместе, он мне говорил одну очень интересную фразу. Даже сейчас, когда я стал очень успешным, общаясь с людьми, которые хотят пойти следом за мной, я предпочитаю, чтобы за меня это делал кто-то другой. Хотя он может это рассказывать закрытыми глазами, с заклеенным ртом и так далее, и так далее. То есть он на этом не только собаку съел, наверное, слона. То есть очень успешный человек. Поэтому есть определенные законы развития бизнеса по партнерской программе. Если вы их не будете нарушать, то кто-то быстрее, кто-то милее, но вы будете расти, вы будете зарабатывать, вы будете успешны. Вот я вам рекомендую это делать. Партнерская программа, которая у нас существует в компании Skyway Capital, она очень интересная, простая. Завтра в 13 по Москве мы будем о ней разговаривать. Поэтому у каждого из вас есть шанс пригласить тех людей, кому это может быть интересно. Неважно, имели они какое-то отношение к MLM бизнесу или нет раньше. Просто люди могут разобраться в том, что делая простые шаги, которые они делают каждый день, ежедневно люди делают то, что мы здесь делаем целенаправленно. Рекомендуют своему окружению то, что нравится им. Абсолютно не задумываясь над тем, будут они реагировать на это, то есть поверят они вам или не поверят. Вы рассказали про хороший фильм, вы рассказали про хороший магазин одежды, вы рассказали про хороший автомобиль, который купили себе, вы рассказали про место отдыха, куда вы съездили, абсолютно не делая себе зарубки в панике, что я сейчас расскажу, какую же выгоду я могу от этого получить. Зачем? Вы просто поделились тем хорошим, что у вас есть. Вот информация о нашем проекте, это то хорошее, что сейчас есть в ваших руках. Это отличная возможность изменить свою жизнь, отличная возможность изменить лучшую сторону жизни людей, которых вы любите, которых вы уважаете, которые есть рядом с вами. Вы можете очень здорово помочь, при условии, если вы им об этом расскажете. Они могут не пойти за вами, то есть это тоже вторая сторона вопроса. Но тем не менее, кто-то может принять решение двигаться вместе с вами. Если вы человек, который никому не сделали плохого до этого, целенаправленно, либо случайно, если вы, скажем так, обладаете определенным авторитетом в своем окружении, вы знаете, у вас все сложится. Если у вас есть какие-то шероховатости в отношении с людьми в предыдущей жизни, как мы говорим, и так далее, но вы всегда можете прийти и сказать человеку честно, ты знаешь, я вот тогда ошибался по поводу чего-то, вот сейчас я вижу перспективу. Послушай. Он вправе вас не слушать, как мы говорим, он вправе вас послать. Но тем не менее, если вы ему это не предложите, он вас не услышит, а если вы предложите, он может быть задумывается. У меня вся информация, которую я хотел бы донести, в принципе, мы уложили где-то в 50 минут, потому что начали почти в 5 минут седьмого, но вот сейчас уже 51. Сегодня четверг, сегодня должен быть еще вебинар Владимира Маслова, который должен состояться уже через несколько минут после меня. Дмитрий, вы хороший вопрос задали, мы находимся на 8-м, а вы меня спрашиваете, когда закончится 15-й. В планах нашей компании 17-й год. Окончание 17-го года это окончание 15-го этапа. Ну, я вот так отвечу. Может быть сухо, но тем не менее, как есть. Если больше вопросов нет, то тогда я останавливаю запись. Данный вебинар можно будет пересмотреть, ну, если вам, конечно, это нужно. Спасибо.